Так, посмотрим, что на это ответить. Команда синих, и вот они уже в свою очередь точные и набирают очередные 2 очка. Опять-таки, нет, точно. И перехватывает команда белых, посмотрим, что они им смогут ответить. И набирают первые 2 очка команда Cyber Interactive Общий. Сейчас будет средний бросок, скорее всего, я предполагаю. Нет, проход под кольцо, и 2 очка набирают. Ага, только я это сказал, и тут набирают 2 очка уже команда Cyber Interactive. Была возможность провести быструю кандратаку, однако неудачно. Дальний бросок, дальний бросок точно. Отлично. Ну и вот тут, как раз-таки, уже нужно набирать простые 2 очка. 25-й номер, молодец, реализовываю все свои шансы, потому что... Беспея, без... А, тяжелый, молодец, знаете, новый номер, шор 5-й. Начида 27-го номера. Будет проход в кольцо и не точно, к сожалению, однако набирают. Посмотрим, смогут ли реализовать второй. Второй уже будет точно, отлично. Второй штрафной басок. Точно. Все в траке мы леализуем. Еще один, прошу прощения. Отпустил этот момент. А второй, второй, будет точно. Интересно. Или все-таки под кольцо будет проход? Атаку и средний басок оказался в целом. Ну и, собственно, тоже свои штрафные слепой пью должны реализовывать. Первый бросок. Точно. Или подойти к линии поближе. Спутал их разметку, потому что у нас тут две разметки. Одна для мини-футбола, для пляжа, для баспетбола. И второй штрафной бросок тоже. Ничего страшного. В целом. Следующий матч как раз с теми, наверное, Лиги АБЛ будет уже... Так, замена. Сейчас секунду. Как будто бы игра вся строится через него абсолютно. Пока что вот могу отметить только его. Ну вот, пожалуйста, два очка было. Возможно, была возможность набрать два очка, но не точный. Но броски отрыв уже минимальный. Мячик вновь как будто тридцатого номера команды «Слепой пью». Придумать такое необычное. Скидка на нулевой угол. По факту особо там никто не крыл четвертого номера. Опять 93-й номер решает. Тут нечего сказать. Пока особо игра такая не очень результативная. 17-18 всего лишь счет. Так вот прям грустно как-то. Опять 93-й номер решает. Прям сваливает он игрока команды «Слепой пью». И с южи передачи. Временем 25-й номер команды «Слепой пью» пытается что-то сделать. Проход под кольцо неудачный. И дальний бросок. Четвертый номер точно. В принципе, хорошо. Подбор выигрывается. Горазовские команды «Слепой пью». И сейчас есть возможность еще один дальний реализовать. И вновь точно. Негативные мнения по отношению друг к другу. Тем не менее, 93-й вот сейчас уже стоит на линии штрафного броска. Первый бросок в точку. Кольцо неудачное. Быстрый перехват у команды «Синих». И дальний бросок. Точно. Отрыв пока что 8 очков у команды. Он сокращается уже до 6 очков. А заново центровой команды. Прям предвкушаю. Мне кажется, второй будет не точно. А, нет, однако отсутствие. Красивый, но он неудачный. Итак, вновь мяч у 25-го. Красивая передача 4-й и 4-й реализовывают ближний бросок. Шикарно. Итак, вновь мяч у 25-го. Красивая передача 4-й и 4-й реализовывают ближний бросок. Шикарно сейчас разыграли. Защита «Синих» не дает им пройти под колесо. И, собственно, была попытка сделать передачу на 93-й номер, но неудачно. И 30-й номер как раз по типу. И реализовывают ближний бросок, который удалось реализовать. Уже у нас шрафные. Посмотрим, насколько он сточен. Первый бросок. Отлично, попал. Ну и в атаку. Ну и, собственно, дальний бросок с нулевого угла. На этот раз уже... Попытка забить средний диспанс. И на этот раз все точно. Бросит, как раз, команду «Слепой пью». И быстрый перехват. Но это легчайший. Просто два очка. Это даже пытаются как-то разыграть. Могли бы и танк забить на самом деле. Переход. И возможность есть заново бросить ту самую строчку. Вот, собственно, она и идет. И на этот раз уже трешка залетает. Да, половина всех очков, которые сейчас нам собрали в «Сейбер Интеректе». Вот тут как раз все очки пасут. Собор избивает команду. Заново попытка уйти в отрыв. Отлично, 30-й номер проходит. И флоутер залетает. Все, легчайшие два очка для этого парня. Посмотрим, что сможет сделать. Два седьмой номер. Проходит под кольцо. Легко забивает. Отсадись, кто же это был. Итак. Проход под кольцо. Ой, красиво как забивает. Два седьмой номер. Отлично. Ну, это должны быть просто легчайшие два очка для команды «Супай Бью». Я понимаю, конечно, что будет некорректно сейчас. Что «Сейбер Интеректе» почему не опустили свои руки и как-то будут пытаться отрыв сокращать. Но пока не получается. Двадцать седьмой номер вновь реализовывает проход под кольцо. Это уже 15 очков для Шевченко. Посмотрим, сможет и 16-й реализовать. Ну и 16-й тоже так же залетает. В принципе, так достаточно команда уже расслаблена. Мяч у Шевченко. Реализовывает Шевченко. У Павлова мог оказаться, но перехват Шевченко. Передача на тридцатый номер. Тридцатый номер. Еще два очка реализовывает. Ну, тут уже, ребята, да. Ну и тут уже спокойно, так даже если поебил, еще два очка набирать. Собственно, что они и делают в лучшую чемпиону. Скидка от Павлова и, собственно, 11-й номер команды Saber Interactive наконец-то реализовывает их достаточно космическим. Ну и 7 минут до конца. Так, дальняя номер. Все, как одиннадцатого номера, срочно. Да, да, уже немножечко оглох. Итак, десятый номер. Попытка дальнего броска, точно. Ну, уже Saber Interactive особо не праздновать, если чайник забивать. Мяч у Павлова. Попытка дальнего броска. А, нет, это все-таки передача под кольцом. И передача-то хорошая оказалась. И тимэк. Я уже так сейчас-то шучу. Потому что игра, мягко скажем, не особо интересна. Какая техническая замерка, она здесь произошла. Но, в принципе, за это время не сильно что-то изменилось. Так, двадцатый номер, средний бросок. Не точно, подбор, к сожалению. Почему же... Так, двадцатый номер, средний бросок. Не точно, подбор, к сожалению. Почему же, к сожалению, да? Подбор выигрывает команда Собер Interactive. Ну и тут, как раз-таки, нулевой номер. Абсолютно. Вновь мяч нулевого номера. Особенно как-то так поддерживают его тиммейты.